Прежде всего мне надо, конечно, поблагодарить, что вы мне предоставили эту трибуну для беседы и поделиться с вами целым рядом мыслей, которые волнуют вообще нашу музыкальную общественность и, в частности, меня и вас. Я имел возможность уже побывать на ваших собраниях несколько раз и остался очень доволен, потому что вот они проходят активно, интересно, с дискуссией и прослушиваются новые сочинения. Такое общение, понимаете, композиторов друг с другом, это крайне полезно для роста, композиторов для их развития, для творческой активности. Я чувствую себя в некотором судьбе не по той причине, что я не лектор и поэтому заранее прошу меня извинить, потому что по всей врядности очень многих товарищей появится чувство разочарования встречи. Это сегодняшний случай. Поэтому прошу меня извинить это от неумения. Вот тут тогда мы советовались насчет того, как бы эту самую встречу провести, тут возник ряд вопросов, о которых я сейчас поговорю. Вот вы знаете, значит, прошедший, некоторое время тому назад, пленом управления Союза советских композиторов, посвященный симфоническому музыку, вызвал у музыкальной общественности целый ряд, значит, откликов, но и в дискуссии по обсуждению прошедшего плена и в печати был целый ряд, высказывали такого рода, что было исполнено, значит, место симфоний, и что у всех этих симфоний были плохие финалы, вот, так сказать, неудачные, менее удачные, чем первые, там, две или три части. И вот тут, значит, возникает вопрос, во-первых, так ли это, а во-вторых, вообще что такое, так сказать, финал симфонии. По этому поводу я вспомнил такой анекдот, который мне, значит, приходилось слышать. Два надающихся композитора, Бранс и Брукнер, были друг с другом в очень плохих отношениях, друг с другом не встречались, друг друга очень не любили, и вот как-то даже все-таки судьба их свела лицом к лицу, и пришлось начать разговор. Брукнер сказал Брансу, что вот, уважаемый маэстро, ужасно говорит, трудно написать хорошее адаживо симфонии, а как раз вдруг, ну да, адаживо симфонии наиболее сильная часть, на что Бранс ему ответил, а к вам маэстро еще гораздо труднее написать всю симфонию хорошую, потому что все части были хорошие, но не только адаживо. Мне все тоже нравится, что симфония вся должна быть хороша, и первая часть, и вторая, и третья, и последняя часть. Все части должны быть хороши, все части должны быть убедительны. Вот, скажем, в очень талантливой симфонии Татакишвили последняя часть уступает первым частям несомненно, но зато в очень талантливой симфонии Татакишвили последняя часть не уступает предыдущим, и погода очень хороша и отлично завершает это самое произведение. А вот иногда в студенческом обществе можно было сделать кусок разговора, так сказать, о проблеме финала. Вот как же, значит, финал будет завершать, понимаете, цикл, и вот почему порой это не получается. Вопрос очень сложный, понимаете, я наберусь на него как-то так очень исчерпывающе, понимаете, и ответить. Тут, может быть, и причины такие, может быть, несколько, как говорится, внешнего порядка. Ну, что у композитора хватило сил на первую часть, и на уж последнюю часть он дописывает, так сказать, через силу. Ну, это через силу. Но это, я думаю, неубедительный ответ. Я думаю, что это зависит еще от того, что тот или иной, понимаете, композитор, в том числе и очень, так сказать, дыровитый пример, чему от Арта Катишвили недостаточно, видимо, продумал общую идейно-художественную концепцию своего симфонического произведения, и таким образом, понимаете, потерпел некоторую, я бы сказал, неудачу. Я опять не считаю, что финал там так плох, что портит всю симфонию, и посему, значит, эту симфонию следует считать целиком неудачной. Вот, мне думается, что такое недодумывание до конца концепции всего произведения. Мне помешало, так ты, мне помешало, так ты, в интересной и талантливой симфонии Карена-Хачатурена, я уже высказывал свое мнение, что, с моей точки зрения, также слабейшей частью является последняя, и тогда более-менее так пытался, что ли, обосновать свою мысль. Мне тоже кажется, что Карен-Хачатурен тут тоже недодумал что-то до конца. Я очень люблю вторую симфонию Арама-Хачатурена. Я считаю это отличным, талантливым, очень интересным и незаслуженно, я бы сказал, редко исполняемым произведением. Давно я не имел удовольствия и восстановить. Там тоже последняя часть этой симфонии, мне кажется, значительно уступает предыдущим. Я не беседовал с Арамом Ильичом, так сказать, по этому поводу, не спрашивал, почему так вышло, и я думаю, не всегда композитор может сказать, что вот почему у него вот это, скажем, вышло лучше, а это вышло хуже. Но мне думается так, что там у Арама-Хачатурена в данном случае, что он решил вот в последней части сделать такой что ли эпилог и ответить на все вопросы, не только стоящие в первых трех частях этой симфонии, но и вообще на все, так сказать, жизненные вопросы ответить, очень, так сказать, может быть, оптимистично, условно так выражаете, потому что, конечно, нельзя назвать музыку его финалом печальной, но статично. Вот он статично понимает и ответил. Вот он из симфонической драматургии, которая наличествовала в его предыдущих частях, он ударился в такую статику. И это, мне показалось, испортило его последнюю часть. Мне кажется, что всякое произведение крупной формы, а отдельная часть симфонического произведения, это тоже есть произведение крупной формы, это, скажем, или сонатные аллегры, или там скверцы, или адажио, или финал крупной формы, все-таки должна иметь в себе какое-то такое музыкально-драматургическое развитие. И стоять, так сказать, просто в одном примерно каком-то таком настроении, и все время так держаться, это очень трудно. Представьте себе, я, так сказать, не считаю, что финал четвертой симфонии Чайковского является лучшим его произведением. Однако, однако, я должен сказать, что, чтобы было бы, если бы вообще вот так вот он вот шел, как вот начался, вот так от начала и до конца шел бы так, живо, очень весело, очень ярко, очень, так сказать, динамично, и чтоб вот не ворвалась тема судьбы, как она называется у Чайковского в его письме фон Мек. Я думаю, что это отнюдь не единственный, и поэтому финал четвертой симфонии чрезвычайно убеждает, чрезвычайно, так сказать, действует и на слушателя, и чрезвычайно убедительно завершает всю, так сказать, драматургию всей четвертой симфонии. Разрешите, я покурю все-таки немножко. Такие же, значит, раздавались упреки по адресу моей десятой симфонии, которые я считаю, значит, абсолютно, абсолютно справедливыми. Хотя мне как-то кажется, что как-то цикл-то, в общем, понимаете, завершается, но, несомненно, там, понимаете, что-то, что-то мне, понимаете, не удалось. Я думаю, что мне удалось, главным образом, вот, найти какую-то, может быть, какую-то контрастную тему широкого, вот, мелодического дыхания. Там вот это все, кстати, в финале моей десятой симфонии все такая беготня, бегающие такие, понимаете, бегающие темы. А там надо было, конечно, так уж сейчас, так сказать, постфактум, это я вижу, что нужна, конечно, обязательно большая, широкая, понимаете, тема, где-то там, может быть, в середине, или, может, ближе к концу, или в самый конец, понимаете. Вот, значит, так, ну что же, вот, так сказать, вы сейчас спросите меня, резонный, может быть, вопрос. Вот я даже сам нахожу, что вот имеется такой вот, понимаете, недостаток в последней части десятой симфонии. Следует ли, понимаете, переделать его, или, так сказать, написать новый финал, или, как принято у нас сейчас, это, как-то очень безнадежное замечание. Надо еще поработать над этим сочинением. Ведь это замечание всегда как-то, наверное, наводит на печальные мысли. А что там работать еще? Понимаете, что тут, я думаю, что, конечно, в идеале следовало бы, конечно, может быть, мне заняться этим самым делом. И, может быть, даже я когда-нибудь, понимаете, когда-нибудь и займусь. Но, так сказать, не сейчас. Сейчас у меня, как это уже, как говорится, пережито. И как-то мне крайне трудно бывает возвращаться к своим старым сочинениям на предмет их, что ли, я не знаю, усовершенствования и так далее. Большое, так сказать, вам пожелание, чтобы вы вот это, так сказать, и критическое отношение, понимаете, к своим сочинениям, а также, так сказать, может быть, и на раз необходимость их усовершенствовать, притворяли вы понятие в жизнь. Поэтому, в отличие, так сказать, от меня, я пока не могу вам сказать, что вот у меня было вот такое-то сочинение написано плохо, потом я его усовершенствовал, и оно стало, скажем, лучше. Пока вот то, что так и было написано плохо, так и осталось плохо. Поэтому надо, конечно, возвращаться, возвращаться критически, пересматривать свои прошлые сочинения. Нас всех тоже всегда очень интересует вопрос программности в музыке. Ведь программная музыка, это интересовало и великих классиков прошлого, и Лист очень писал много программной музыки. Программную музыку Чайковский писал, Римский Корсаков писал программную музыку и многие другие великие композиторы прошлого. Но тут, понимаете, я считаю, что наша программная музыка должна развиваться, и очень бывает хорошо, когда композитор берет вот для своего произведения какую-то программу, даже, может быть, довольно конкретное, как-то литературное, скажем, произведение, или там, тема, что ли, литературного произведения, как брал, скажем, это Чайковский, Ромео Джульетто, Франческо де Ремини, Римский Корсаков, Шехерозага, и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот эти самые авторы, они очень глубоко проникали, так сказать, в самую суть сюжета, на которой они писали свои произведения. А иногда, мне кажется, что бывает так, что композитор просто берет какие-то внешние вот такие стороны, понимаете, литературного произведения, и, так сказать, старается их, что ли, как говорится, изобразить, изобразить в музыке. Это, по-моему, терпит неудачу. Внешне тоже, так сказать, брать сюжет тоже, понимаете, интересно. Например, у Рихона Штрауса в его великолепной симфонической поэме «Тиль и Шпидель» там, понимаете, и все, включая вплоть до довольно натуралистического изображения повешения. Вот, понимаете, а вот кроме, так сказать, изображения вот всяких таких вот попыток точного изображения таких вещей, там все-таки есть какая-то общая, понимаете, очень хорошая идея. Таким образом, понимаете, прощаешь вот такие вещи, что вот тут изображается то-то, тут изображается то-то, и с полными, так сказать, стараниями, даже с натуралистическими, понимаете, подробностями. У нас тоже много, понимаете, бывает разговоров и споров о народности, о народности в музыке. И, наверное, даже бывают такие точки зрения, что народная музыка та, где используется народная тема. И русская, скажем, музыка та, где используется русская народная тема, а украинская музыка это та, где используется украинская народная песня. Я придерживаюсь другой позиции. Я всячески за то, чтобы использовать народные песни. И уже, так сказать, пример прошлого показывает, что это всегда, так сказать, служит украшению, понимаете, произведения. Вспомним ту же четвертую симфонию Чайковского. Вспомним итальянское каприччо Чайковского. Длинкие испанские произведения. Чайковского вторую симфонию, понимаете, Балакиреву, Увертюру на три русские темы. Это все крайне украшало произведение. Но, думаю, что не только это обстоятельство, что автор взял на народную песню, сделало это произведение народным. Во-первых, эта самая песня, она там, так сказать, в этих произведениях, о которых я говорил сейчас, она звучит, так сказать, динамически, она входит всем своим существом в ткань музыкального произведения. Я считаю, что использование народных песен полезно и крайне украшает музыкальное произведение. Но я думаю, что не является неправильным и другой путь определения народности. Вот так, если я не ошибаюсь, понимаете, в Иван-Сусанине, Глинке, и в Руслана Людмиле, там есть песни Фила, там еще кое-что. А в Иван-Сусанине я просто не припомнил, как сказать, есть ли там, понимаете, вот подлинная, понимаете, народная, понимаете, песня, которая перешла в эту партитуру. И вот припомнил, понимаете, скажем, Иван-Сусанина по этому случаю вне народности, мне кажется, было бы абсолютно, понимаете, безусловно. Но вся, так сказать, тематика Глинки, музыкальная тематика, она так связана с русской песней, с русским народом, что воспринимается буквально, как вот, ну, вид, вот все вот составлено, так сказать, на русской народной песне, на народной музыке. Так что тут, значит, бывает так, что берется, понимаете, народная песня, а сочинение, вот, скажем, не делается, не делается народным. Но того же, скажем, Стравинского, ни один такой случай был в его, так сказать, творческой практике. Сейчас нужно с большей радостью заметить, что активизируется создание опер на современные советские сюжеты. Может быть, и взятые из нашей истории, но все-таки с моей, так сказать, точки зрения, современность нужно воспринимать не только как, понимаете, вот сегодняшний день, 1955 год, а тут и Гражданская война, и Октябрьская революция 1917 года, тут и Великая Отечественная война. Я с удовольствием констатирую вот этот факт, что активизируется и уже, с моей точки зрения, понимаете, имеется несомненные в этой области удачи, как, например, готовящиеся к постановке в Большом театре оперы Кобалевского Никита Вершинин. Тут, конечно, очень много должны помогать композиторам и театрам, которые берут эти самые произведения для постановки, и режиссеры, которые их ставят. Мне, понимаете, приходилось видеть постановки вот советских оперов излишней, там, понимаете, может быть, такой натурализм, понимаете, порой мешал хорошему такому воплощению удачных, понимаете, авторских замыслов. Оперное творчество, я думал, скажем, что так у нас еще как-то обогатилось, если не хотят, старые оперы. Это сейчас была постановка в Ленинградском малом оперном театре «Отеры Прокофьева. Война и мир». Вот произведение на историческую тему, очень нас волнующую, очень интересную, патриотическую. Там, значит, была проделана такая, значит, работа, что, как вы, может быть, помните, раньше это опера рассчитывалось, понимаете, на два, что ли, вечера. Сейчас сделана в один вечер, сделана, к моему, хорошая редакция, но пропало также и много хорошей музыки. Я даже думаю, понимаете, действительно не поставить ли это вот в какую-нибудь вот, ну, хватит поставить, может быть, ее в два вечера. Что ж кольцо Небелунгов Вагнера можно было бы ставить в четыре вечера. Сейчас я бы еще хотел тоже затронуть такой вопрос насчет композиторского труда. Я уж, так сказать, бегло затрагивал этот вопрос насчет вот критического отношения к своему творчеству, насчет того, чтобы делать все, чтобы сочинение достигло наивысшего, что ли, уровня, к какому стремится этот автор. Тут следовало вообще говорить просто о культуре композиторского труда, о том, что сочинение музыки – это нелегкое, понимаете, развлечение, а что это труд очень серьезный и даже, может быть, очень такой тяжелый труд. Я знаю, многие композиторы пишут очень легко, очень быстро, очень легко и мало, так сказать, задумываются. И в результате этого получается произведение недостаточно совершенное. Мне кажется, что тут должно, так сказать, быть развито такое подвижническое чувство композитора к своей работе. Работа должна быть очень честной, очень продуманной и очень старательной. Недавно, понимаете, ко мне обратились с просьбой написать музыку к одной, значит, кинокартине. Причем, значит, я сослался на невозможность этим делом заняться вот ввиду отсутствия времени. На что мне совершенно серьезный представитель этой самой киноорганизации сказал, что мы вам в этом отношении поможем и разгрузим, так сказать, вас от всего лишнего. Ну, это, так сказать, спасибо. Я думал, что он имел в виду, что, может быть, разгрузит меня от такой, что ли, моей текущей, может быть, работы там или увезти меня куда-нибудь на берег там моря и создать, как говорится, условия для работы. А оказывается, лишнее он, например, счел так, что вот видите, вы, говорит, пишите там только, понимаете, темы, а мы вам подберем хороших помощников. Они там и аккомпанемент, говорит, напишут, и это самое, и там циркиструют на все, что там, понимаете, надо, как полагается. Вам только, говорит, вы так руководите, только, говорит, руководите и давайте, говорит, темы. Говорился у меня, значит, такое официальное, что ли, лицо организации, создающей, так сказать, художественные произведения. Так что, понимаете, там, оказывается, существует даже, вот, просто, можно сказать, вот такая практика, понимаете, некоторые композиторы, вот, лишь так только, так сказать, наметки такие делают, а потом там уже, так сказать, целая армия, так сказать, целая, или даже, говорит, бригада, нет, даже так называют. Мы вам с колотингом, говорит, бригадой, и у вас, говорит, все, говорит, на сердце самое будет и понятно. Это весьма не солидно, и я бы даже сказал, просто вредно. Это вред приносит, понимаете, такая практика, которую, ну, как потом мне удалось выяснить, все-таки не очень, так сказать, часто, но, к сожалению, бывает. Это, с моей точки зрения, совершенно недопочтимое уже отношение композитора к своему творчеству, то есть то, что нам называют словом очень грубым, вошедшим у нас в быт, в быт, и которое, понимаете, с большой легкостью, иногда, так сказать, произносится нашими композиторами, что это, так сказать, халтура, грубое и такое совершенно правильное, понимаете, слово, которое у нас частенько, так сказать, в кулуарах произносится без того негодования, которое, собственно, это слово должно было бы вызвать. Понимаете, вот я надеюсь, что все присутствующие, так сказать, понимают, о чем идет речь. Это не нечестное, конечно, нечестное, деляческое, понимаете, отношение к своему творчеству. Отношение такое, что вот мне, может быть, там полегче, понимаете, работать, и, может, и тем не менее пойти побольше, понимаете, заработать. Это, как только композитор стал пойти на такой путь, и как только он, так сказать, спокойно так относится к тому, что спокойно произносит слово «халтура», Это очень становится уже беспокойно за такого композитора. Потому что, может не сказать так, это старомодное, это слово, понимаете, звучит, отношение к своему творчеству должно быть у каждого, понимаете, композитора, у каждого художника, поэта и так далее, и так далее, рыцарское, рыцарское отношение должно быть. Прежде всего, это нечестно, понимаете, в отношении народа, к которому, так сказать, спускать, что ли, сознательно, недоброкачественную, понимаете, продукцию. И, конечно, в отношении самого себя это также крайне нечестно получается. Так что, моя точка зрения, да это какая моя точка зрения, это все музыканты так, понимаете, считают, что композитор должен сам работать над своим сочинением. Естественно, советы, так сказать, товарищей, советы коллег, понимаете, советы, не знаю, слушателя крайне полезны и крайне необходимо, понимаете, к ним прислушиваться. А вот если вы, понимаете, пишете правую руку и нанимаете для того, чтобы левую руку писал, вы, понимаете, кто-то другой, это уже, конечно, является нетоварищеской помощью. А еще, понимаете, вы пишете музыку, а кто-то ее, понимаете, там оркеструет, понимаете, и это тоже никакая нетоварищеская помощь. А это один из самых таких ярких и, я бы сказал, даже отвратительных примеров, может быть, даже эксплуатации человека человеком. Вы знаете, наша музыкальная жизнь в Советском Союзе крайне богата, крайне интересна, вызывает, понимаете, много вопросов. Ваша судьба вот у подавляющего большинства здесь присутствующих, у молодых людей, которые начинают свой творческий путь, тоже, конечно, имеется много вопросов, волнующих мыслей и так далее, и так далее. На все их, честно говоря, трудно ответить, тем более, что путь и сама жизнь музыкальная такая, что чуть ли не каждый день, понимаете, возникают и новые, понимаете, и произведения, и новые проблемы. Но вот тут, так сказать, много, много находится композиторов, и вот мне кажется, что в данном случае я не буду извиняться, что если я повторюсь, потому что это я люблю, так сказать, эту мысль повторять, и сейчас я постараюсь это очень коротко, понимаете, сказать, мой большой, так сказать, совет и желание для тех, кто, понимаете, работает в консерватории, пойти требовать, может быть, даже для того, чтобы это даже как-то было введено, что ли, в виде обязательных занятий, это выучиться играть на рояле в достаточной степени совершенства, чтобы вы все умели, вы понимаете, играть в четыре руки, и чтобы вы умели свободно разбираться в партитуре, и чтобы вы умели не в четыре руки, а и в две руки играть, и как можно больше, как можно больше изучать музыкальных произведений, неизвестных вам ранее. Изучать, и это не значит, понимаете, проиграть один разок и, вот, так сказать, перейти к следующему. Почему? Собрать, может быть, два-три раза, несколько дней, понимаете, если произведение заинтересует, понимаете, посмотреть, и стараться обязательно проникнуть в секрет, в секреты творчества наших великих путешественников, русских классиков, иностранных, понимаете, классиков. Обязательно как-то стараться проникать в эти секреты. Иногда мне приходилось слышать, понимаете, со стороны тоже, вот, так сказать, молодых композиторов, такой ответ, что это, так сказать, много отнимает времени на это, трудно тратить времени, не лучше ли быть для того, чтобы изучить, скажем, какое-то еще новое, неизвестное, ранее вам, понимаете, сочинение, может быть, самому что-нибудь сочинить. Это, конечно, мысль неправильная, это неправильно. И чем больше, мне кажется, может быть, это парадоксально звучит, чем больше композитор, понимаете, знает музыки, тем оригинальнее его собственная музыка. Был случай такой, что один композитор показал, понимаете, свое сочинение, и его упрекнули в том, что оно похоже на одно довольно известное или весьма известное классическое произведение. На что этот самый композитор, очевидно, приняв, может быть, это за упрек, или, может быть, даже за серьезный упрек, не дай бог, может быть, подумают, что он, так сказать, спер это самое, понимаете, дело, он встал и громко, так сказать, крикнул, я в жизни никогда не слышал и не знал этого самого произведения, хотя композитор был достаточно взрослый, достаточно грамотный и получивший образование в консерватории. Вот видите, даже вот, получается, они говорят, а знай он, может быть, это самое произведение Бетховена, может быть, он как-то иначе написал бы, чтобы это не было, вы понимаете, похоже. Оригинальность следует понимать в более, так сказать, серьезном, понимаете, смысле этого самого слова, в более серьезном, а не в смысле заимствования у классиков, понимаете, у выдающихся композиторов тех или иных, понимаете, что ли, их приемов или секретов их творчества. Надо, конечно, заимствовать не списывая, понимаете, и не вписывая, понимаете, страницы или такты, или там из этих известных, понимаете, произведений, а глубоко, понимаете, вот продумать, пропустить через свою мельницу, через свои, понимаете, мысли. И вот так изучать, как изучать музыку. На концерт каждый день пойти, может быть, невозможно, трудно. Хотя я с прискорбием замечаю, что я, живя в довольно-таки трудных условиях, учась, я учился в консерватории с 19-го года по 1925-й. Это были тяжелые годы, 19-е и 20-е годы в Ленинграде в то время, понимаете. Очень были тяжелые годы. Траваи не ходили, понимаете, и все такое. А вот мы, понимаете, бегали на концерты, на репетиции, понимаете, гораздо в большем количестве, чем это делаете вы. Я вот прихожу по этим репетициям, наверное, в большой зал консерватории, или там зал Чайковского, никого из вас там не вижу, или очень редко кого вижу. Вот говорят, не пускают. Тогда тоже не пускали. Тогда тоже не пускали. Тогда тоже не пускали. Тогда тоже не пускали. Более того, даже, так сказать, выходил Эмиль Гупер, дирижер тогда был такой, и если видел, что кто из посторонних, так в порядке он стучал своей волшебной палочкой и говорил, чтобы никого не было. Выходили, значит, молодцы и молодицы, выгоряли нас, а мы снова, понимаете, прибегали. Даже вот, понимаете, это ненормально, что, понимаете, студентов в консерватории, скажем, не пускают на репетиции. Это, конечно, ненормально, но нужно эту, по этой ненормальность, по этой с ней вот так попробовать, вот и так, может быть, что-нибудь выйдет. Просто проникнуть, по этой на репетицию, спрятаться там, по этой где-нибудь, я не знаю. Мы, вот в моем возрасте, понимаете, вот когда учились и на концерты ходили, но на репетиции трудно, может быть, там народу мало заметно сразу, но уж на концерты, понимаете, с Зайцем проскочить или в Вольфовный театр, это просто обязательно. Делали обязательно, понимаете, и я пересмотрел и переслушивал музыки в те годы, понимаете, столько, что как вот даже вот в последующие годы, в последующие годы, я меньшее понятие слушал, и я глубоко убежден, что мне это принесло просто очень, очень большую пользу. Ну вот на концерты, скажем, каждый день там невозможно, но вот, скажем, поиграть, понимаете, вот так сказать, у себя дома пойти, но, скажем, там ветка исполняется, скажем, симфонии Шумана, понимаете, к сожалению, и симфонии Шуберта, к сожалению, кроме двух, редко исполняется. Почему бы не взять, вот, пойти, посмотреть партитуру, поиграть в четыре руки? Неприятно и тяжелое впечатление, так сказать, производят, пойти, я не говорю о слушателе, в данном случае, говорю о самих, понимаете, игроках в четыре руки, которые не умеют, плохо читают, понимаете, ноты с листа, у них нет техники, может, ноты-то еще и читают, но техники никакой нет. И они, понимаете, вот, начинают играть, ясно, что, может, даже ничего и не разберутся, потому что все-таки каждое впечатление от музыки, оно должно быть эстетическим, оно должно производить все-таки, так сказать, хорошее впечатление. А если понятие ковыряться, путать, там, ошибаться и все, я даже в консерватории, когда учился, я сдавал экзамен по читению с листа, и попалась нам, значит, вторая симфония Бранца, сыграть в четыре руки. Тогда там учился студент, к сожалению, покойный, композитор, прекрасный музыкант, очень, так сказать, образованный музыкант, композитор Николай Александрович Малаховский такой был. Вот нам как раз попалась, ему правая рука, мне левая, четыре руки, правая сторона и левая сторона. Я читал ноты тогда довольно прилично, а вот Малаховский читал ноты плохо. Тоже прилично, но гораздо, гораздо хуже меня, и все это, так сказать, как-то у нас путалось, не очень так это хорошо выходило, эта самая вторая симфония Бранца. Значит, поиграли немножко. Александр Константинович Глазунов сказал, довольна. Потом спросил меня, знаете вы это вот произведение? Я говорю, нет. Спросил Малаховского, говорит, знаете вы это произведение? Нет. И он с большим, так сказать, сарказмом и юмором сказал, какие, говорит, вы счастливые, как вам много предстоит узнать еще, так сказать, хороших, понимаете, произведений. И вот я бы сказал, что вот эти, кстати, эти слова, которые я услышал в возрасте 14 или, может быть, 15 лет, вот как-то так сразу меня вот настроили на то, что действительно, понимаете, произведений хороших масса, понимаете, и нужно их всячески изучать. Я учился по фортепиано и научился играть на фортепиано в такой степени, что для меня не представляло особых, понимаете, трудностей там читать с листа. И всем очень, понимаете, советую обязательно вот этот самый предмет, который очень многие презирают там, так называемое, обязательно, понимаете, фортепиано. Может быть, он неинтересно ведется, но это, это необходимо, понимаете, это вот должно входить в ежедневную, в ежедневную программу занятий, так сказать, каждого композитора. Ежедневно надо заниматься синим циста и совершенствовать свою фортепианную, фортепианную технику. Тут, так как-то, пойдут уже дела такие немножко, понимаете, личные. Меня тоже спрашивали и спрашивают насчет, так сказать, отношения к моим произведениям, в частности, понимаете, симфоническим. Мне кажется, что тот ответ, который мне иногда приходилось давать и который я сейчас хочу, понимаете, дать, хотя он, может быть, и парадоксально, возможно, будет звучать, но тем не менее это правильно, в общем правильно. Знаете, так сказать, как русское пословие, дитя хоть криво от своей матери мило. К своим сочинениям действительно, хотя и видишь, целый ряд и очень много недостатков и все такое, но их любишь. И вот я, так сказать, в этом, понимаете, честно признаюсь. И мне кажется, что если не любить свое собственное, так сказать, свою собственную работу, то без любви к своей работе и без любви к результатам своей работы, это не исключает, понимаете, критическое отношение к своей работе, ничего, понимаете, ничего не выйдет. Ну и поэтому я, пожалуй, буду прав со своей точки зрения, если я скажу, что почти ко всем своим сочинениям я отношусь, в общем, хорошо. Хотя, отлично, понимаете, может быть, не всегда отлично, но более или менее я так все разбираюсь в их недостатках. И вижу недостатки и очень значительные, и очень серьезные. И мне кажется, что тоже тот композитор, который перестанет видеть в своих произведениях недостатки, остановится на месте, дальше не пойдет и вообще не будет писать новых произведений. Бюеты спрашивали, какое свое произведение вы считаете самое лучшее, на что Бюеты, значит, отвечал, я его не написал, я это произведение еще не написал. Очень правильный и удивительный такой мудрый ответ, который именно так, понимаете, и следовало бы прокомментировать. Что действительно, если вдруг какой-то художник-композитор скажет, вот это сочинение я написал, вот самое лучшее, что я написал, то может действительно зачем же, дальше он писать не будет, дальше он писать не будет. Самовлюбленность, она ничего не может иметь общего с любовью к своему, понимаете, к своему творчеству. Самоуверенность не имеет ничего общего в уверенности в своих силах, а без уверенности в своих силах тоже, понимаете, ничего не будет, тоже ничего не будет. Для этого, понимаете, мы и учимся, чтобы наши силы были в нашем распоряжении, и чтобы мы, приступая к той или иной работе, чувствовали бы уверенность в своих силах. Я прошу вот тоже, так сказать, уверенность, как раз самая самоверенность, ничего не имею. Так что, вот так вот я отношусь, во всяком случае, к подавляющему большинству своих симфонических, понимаете, симфонических и камерных и прочих, так сказать, произведений, которые я писал, за исключением, ну, может, просто абсолютно, я бы сказал, неудачных, которые просто мне совсем, так сказать, не удались. Но это, может быть, мы как-нибудь, понимаете, можно будет встретиться еще раз с вами и поговорить, как говорится, уже о самом себе, что, по-моему, тоже очень, вообще иногда было, так сказать, полезно. Вот, теперь так, я бы хотел еще несколько слов о камерной музыке, сказать несколько слов о камерной музыке, которая, как раз, по-моему, за последнее время у нас немножко, так сказать, что ли, мало активизируется. Композиторы мало пишут в арте, там, скажем, скрипичные сонаты, велочильные сонаты. Совершенно, понимаете, ну, почти абсолютно не пишут для духовых инструментов, для флейтов, для габоев, для кларьетов, для трубы, может быть, для волторной и так далее. В этом отношении мы, чрезвычайно, понимаете, отстали от классиков, которые писали буквально, понимаете, для всего. И для волторной, и для тромбона, и для фагота, понимаете. И сейчас, понимаете, вот, помимо всего, против, что это полезно, может, для самого композитора, это вот репертуарный голод. Вот, вот, для хотя бы учебно-репертуарный голод, понимаете. Надо учить, понимаете, флетиста, а так из советской музыки сравнительно мало имеется. Я замечаю, что и за последнее время так, ну, как-то и у молодых композиторов, и у композиторов среднего, что ли, возраста, вот как-то мало, вот, появилось, скажем, новых, вот, скажем, квартетных произведений. Мало. Следует всячески, так сказать, поощрить композитора Бориса Чайковского, который написал недавно триором, написал квартет. Это композитора Вайнберга, написавшего превосходную и великолепную пятую скрипичную сонату. А вот, понимаете, вот, так сказать, остальные вот композиторы как-то пишут малокамерные музыки. И чем это вызвано, я вот, я просто, по-моему, не знаю. Думаю, что тут еще играет немалую роль. Это неудачно поставленная и у нас, и у нас в Союзе, и в филармониях, это вообще, так сказать, пропаганда советской музыки. Тут наши концертные организации должны, и наш у нас форт, в котором даже есть, так сказать, дел, вообще пропаганды советской музыки, работают плохо. И особенно в области камерной музыки. Может быть, это, так сказать, заставляет, что ли, так сказать, молодых композиторов меньше интересоваться этим видом творчества. Глубоко ошибочно было бы считать, что эмоции, круг эмоций, круг идей в камерной музыке, как-то он скорее, понимаете, так что он как-то менее громким, что ли, голосом говорил. А тут ведь можно назвать целый ряд таких произведений, с квартетов Петховена, квартета Чайковского, скажем, три у Чайковского, квартета Бородина, многие другие просто произведения, огромные силы воздействуют, говорящие исключительно громким голосом. Отвлекаться от камерной музыки, от ныть, понимаете, не сильно. В заключение, я позволю себе сказать еще несколько слов по поводу моего отношения к критике и как бы мне хотелось, чтобы, так сказать, к критике относились и молодые композиторы, и все наши композиторы. Я недоволен, понимаете, состоянием музыкальной критики, чувствующей у нас на сегодняшний день. Надо сказать так, что нужно обижаться, нужно обижаться не на критику, а на отсутствие, на отсутствие критики, надо, понимаете, обижаться. Очень у нас позитивная, понимаете, наша периодическая печать, очень пассивная вопроса к музыкальной критике. Мы почти не читаем, понимаете, отзывов о новых музыкальных произведениях в наших газетах. А критика, принципиальная критика, профессионально крепкая, понимаете, критика, она приносит очень большую пользу. Не сразу я, так сказать, к такой мысли пришел. Когда я был молод, я бы не сказал, что я был бы, скажем, нетерпим, что ли, понимаете, их критики. Это, может быть, не совсем то, понимаете, слово. Но, во всяком случае, я, что ли, не обращал внимания на критику, не прислушался к критическим замечаниям по моему адресу, любил рассказывать анекдот, который мне рассказывал один ленинградский музыкант, якобы, значит, про Сергея Ивана Титанеева, который говорил, что критики – это те, которые в силу каких-либо причин, главным образом, в силу отсутствия таланта, не попали в разряд критикуемых, якобы, вот так понимаете, Титанеев. Думаю, что, может, если Титанеев так как-нибудь и сказал, то для его творческо-музыкальная общественная практика говорит о другом. А бросить такую, так сказать, кость молодому человеку с неокрепшим мировоззрением, с незаконченным образованием, то есть я в консерваторию поступил, когда мне было 13 лет. В то время консерватория, хотя и считалась учебным заведением, высшим учебным заведением она стала называться в советское время, тем не менее там принимали студентов без справки об окончании этим самым студентам среднего учебного заведения, то есть, значит, школы. Ну и вот масса, понимаете, всяких разговоров, и все, и вот невосприимчивая, или, вернее говоря, очень восприимчивая, понимаете, так сказать, натура, каковой, то есть, я был когда-то. Вот воспринимала и многое очень хорошее, что мне дала консерватория и моей педагоги, которым я всегда испытываю чувство очень большого уважения. А так вообще обращение в разных, понятия, там, средах, так сказать, почему-то приносило Штаниевское такое высказывание, сразу, как казалось, что приходится в детской критике ненужной, и вообще относился к критике я очень нетерпимо, и считал, что я сам, так сказать, себе высший, понимаете, судья. И прошло немало времени, когда у меня отношение к критике стало совсем иным. Я, так сказать, горячо всегда благодарю и бываю признателен за критические замечания по поводу моих, по поводу моих сочинений, которые, я отрицаю, замечания, конечно, всегда, несомненно, приносят, приносят. Ну, вот так вот свою, так сказать, цель в дальнейшем, понимаете, какую я вижу вот в тех, так сказать, годах, которые мне положено, скажем, еще прожить. Я вот считаю, все-таки хотелось бы мне написать как можно больше разного рода музыкальных произведений во славу нашего народа, во славу нашей великой Родины и во славу нашей замечательной передовой советской музыкальной культуры. Редактор субтитров А.Семкин